Пойдем, ребята. Пойдем, ребята. Тимуров. В спорной зоне Тон Щербин. На правом флаге, в принципе, тоже очень много заточено в соотношении взаимодействия этого игрока с Александром Дегстратом. Начинает выступать на поддержку правого защитника. Слышим поддержку болельщиков на этом уголовом. Щербин подача, мяч на дальнюю штангу уже готова приземлиться. По пункту, да, 10 лет от Тарасова. Атакует, атакует ЦСКА. И здесь уже по-настоящему выручают. Словен. Масленьков. Игра на коротке с ударом. Вот, Веденкин, который теперь уже внутри штрафной площади оказался. За Родину приятно, что даже у нас соперничество, принципиально. Матч, с хавном. Какой-то определенный. Момент у нас существует. Здесь абсолютно неподружеские. В отношении Масленького штрафной. Здесь очевидно был срыв потенциально опасной атаки. Даже сохранив мяч, конечно, Владимир Запарова не могла на что-то больше претендовать Родина. А теперь нужно обороняться. За Тарасенко удары издали. Продолжение его блокирует. Будет угловой и будет желтопарочка слышать. Удар. И здесь было опасно. Да, вот этот стандарт. Себе таил угрозу, действительно. Катя не добирается до мяча. Ну, уже с теми-то больше. Мы можем поймать. Докормиться продолжается. Масленьков вновь вернулся на правый фланг. Как будто бы здесь Ярославу гораздо более сподручно действовать. Игру возобновить. Долин неудачная передача в центре. Тарасенко. Удары издали. Вновь по центру. С точки зрения статистики ударов. Перегонал борется. Но проигрывает эту борьбу. Масленьков вновь. Сам Ярослав с мячом бьет в ближний угол. Очень активен седьмой номер. Семерка. Ну и теперь уже по окачанию основного времени первого тайма. У нас завершил свисток, который отправляет команды на перерыв. Подосилившийся снег. Возможно. Поздравляет сам матч с участием Родины и ЦСКА. Команды 2008 года рождения. Второй тайм. Результат от первого. Остро атакующий. Молодец, Никита. Конечно же на дистанции нужно иметь. В том числе и для насильной единицы на каждой позиции. Это касается и вратарской стези. И как раз сейчас мы видим, насколько было близко к тому, чтобы... ...партнеры отсутствуют. Я думаю, что здесь будет подача прямиком в штрафную. На ближнюю штангу не добирается до мяча голкипер. Или нет, но в самом главе, прокрутив этот момент, понимал, что контакт недостаточен для того, чтобы арбитр мог назначить пенальти. Дякин вынос, а подборта за ЦСКА еще один удар. Выглядел достаточно опасно. Имран Киров куда направляется в надежде, что Ярослав свою активность сможет преобразовать уже в результативные действия в том числе. Подача. Здесь выигран мяч. Как раз игроком на замену. Ценка направо на Машникову. Самое популярное направление этих минут. Машников сохраняет мяч, простреливает. И здесь Лунев. Самодержанный Лунев. Телок. Правый фланг. Теперь как будет проявлять себя там. Пасечник. Контакт с мячом в штрафной площади. Пострел. Вынос мяча. Но вторая попытка на вес. Но надежно по центру. Крампа Залима. Дай пушу! Пуската! Да! Не ровно! Пожжи! Пожжи! Только не заходи! Пожжи! 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 Пострельная передача Щербина. Добивание от Кужалина. И по чушке пирам посадим Артем. Дамик 4-1. И заключительный матч. Крайний. Очень предстояние. Родина и ЦСКА. У нас армейцы здесь разыгрывали угловой, но без какой-либо опасности. Стал поединок против минусу Москвы Торпеда. И уже походу. Ору! Помогать, лежать. Правый фланг. Пасечник. Удары издали, но далеко-далеко. Фактически на крышу одной из трибун. Мяч. Пошел. Готов! Просто просили, умаяли практически в данном случае, нанести удар Голдаченко. Впрочем, удар следует, наверное, несколько мгновений позже, который встречает линии обороны. Наверное, несколько мгновений позже, который встречает линии обороны. То есть, ну, становится на пути каждого удара армейца. Сейчас удар в касание. Давай, бежать! Мог получиться. Бежать! 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 Смотрю, стражают атаку соперника. Но на выходе прекратим Валерию Лусяну из ЭКВ. Звучит финальный свисток. Глядится в высокого небеса. А вот мяч у вороток.